Всем добрый день, начинаем пресс-конференцию. Мы сейчас будем говорить о злоупотреблениях со счетчиками газовыми со стороны газораспределительной компании в Харьковской области. У нас в студии адвокат потерпевших по делам злоупотреблений Ольга Негодова, депутат Харьковского областного совета, глава правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах и пострадавший Владимир Миргород, Зоя Твердахлеб и Татьяна Нестеренко. Здравствуйте. Дмитрий, вам сначала передам слово. Пожалуйста. Спасибо большое. Начать стоит, наверное, с того, как это все началось для меня. К нам в организацию пришла Зоя, собственно, с ситуацией, которая у нее возникла с газовым счетчиком, с газораспределительной компанией. И я до этого слышал о ситуациях с счетчиками, со схемами злоупотреблений, когда берутся они на поверку и потом возникают всяческие проблемы у жителей, у потребителей. Но у меня не было как бы фактажа. И Зоя пришла, мой помощник, наш юрист, он начал ей указывать консультативную помощь. Вот, да, Игорь. И, собственно, это, наверное, так бы закончилось одним случаем, если бы через каких-то, по-моему, пару-два-три месяца ко мне не обратились другие потерпевшие. Это семья Нестеренко, собственно. И когда они мне начали рассказывать свою историю, то у меня было какое-то чувство дежавю, что я уже это где-то слышал. И вот я начал вникать в эту историю, сравнивать и просто вспомнил, что три месяца назад приходила Зоя и просто меня убило, что эта история абсолютно один в один с одинаковым счетчиком, с одинаковым подходом. Вот вся процедура и все подходы были абсолютно идентичны. Они совпадают там на 90, на больше 90 процентов. Все вообще идентично, кроме суммы штрафа. Все было одинаково. И тогда я начал, ну, интересоваться. Тогда я с Ольгой связался, собственно, сказал, что это такая ситуация, это стандартная ситуация, что таких ситуаций еще есть как минимум до десятка. Рассказала мне о Владимире, рассказала о других потерпевших. Я начал узнавать, ну, всячески узнавать эту ситуацию, как-то пытаться ее будировать у других знакомых. И оказалось, что у многих людей не только в Харькове, а и в области, в Змивском районе, Балаклейском, Харьковском, одно и то же происходит. И, ну, по сути, происходит циничная хамская схема, то есть на мой взгляд, да, это моя оценка. Я в процессе своей деятельности видел разные схемы, там, коррупционные, грубо говоря, они там бывают разные, бывают талантливые, бывают хитрые, бывают наглые. Но это, наверное, одна из самых наглых схем. То есть это настолько беспредельная история, когда газораспределительные компании, их представители, по сути, штрафуют людей просто потому, что не могут. То есть аргументов нету никаких, они просто рисуют ситуацию из воздуха и потом предлагают ее, скажем так, порешать неофициально. И это массовое явление в Харьковской области, в городе Харькове. Ну и я хотел бы сейчас, чтобы каждый человек, который так или иначе был потерпевшим в этой истории, рассказал вкратце свою историю, ну и потом Оля продолжит, как она расценивает с точки зрения права эту ситуацию. Спасибо. Да, пожалуйста. Ну давайте с вас начнем, да, или с вас, Зоя. В мае 2019 года ко мне пришли два инженера с Харькова Горгаза, у меня частный сектор. Сказали, что прошло пять лет, и мне надо на поверку сдавать свой счетчик. Хотя у меня в паспорте счетчики я могу сдать через восемь лет. Ну я согласилась. После того, когда они сняли мой счетчик, запаковали его и пломбировали, они мне предъявили акт о порушении. Я спросила, почему такие акты. Они мне говорят, мы такие акты всем подряд выдаем, вы не переживайте, это обычные стандартные акты. Ну я подписала. Значит, потом на проспекте Гагарина 172А была так называемая экспертиза моего счетчика. Значит, они когда его распаковали, счетчик, сразу начали говорить, что здесь есть механические повреждения ведлякового механизма. Мы с мужем возмутились. Они начали нас сразу оскорблять. На мою просьбу, чтобы они отдали этот мой счетчик газовый, я хотела его сама отвезти на незалежную экспертизу в Бакариус, они ответили отказом. Даже когда я вызвала полицию, они мне все равно не отдали счетчик. Комиссия была. Комиссия признала, написала мне штраф в 184 тысячи. Я подала иск в суд. Суд обязал их, мой счетчик, привезти на незалежную экспертизу в Бакариус. Бакариус провел экспертизу. Никакого механического повреждения ведлякового механизма нету, никакого втручания нету. И суд вынес в мою пользу решение. Первая санкция, да, это районный суд московский. Я очень благодарна ребятам, Дмитрию Булаху, Игорю Синицкому в поддержке. Они очень мне помогли. Ну, вот так вот. Да, Татьяна, пожалуйста. Ну, у нас, собственно говоря, очень похожая история. Мы вызвали представителей Гургаза, сами вызвали, потому что за 8 лет нам никто ничего не проверял. Вот они пришли, слесарь пришел, да, и контролер. Все, сняли счетчик. Затем мы за ним поехали тоже так же точно в Гургаз, на проспект Гагарина. Мы все это делали под видеосъемку абсолютно. Вот, и просто ребята, работники, молодые ребята, представители Гургаза, то есть нам сразу тоже дали акт о том, что было втручание, да, то есть пломба на счетчике не соответствует заводскому оригиналу. И пришел потом метролог. Мы когда попросили, ну, просто для себя, чтобы понимать, дайте нам для сравнения, покажите нам, какая должна быть оригинальная вообще пломба завода. Нам сказали, у нас ее нет. Ну, на вопрос, а как вы вообще проводите экспертизу, как вы это все сравниваете, да, ну, хотя бы мы как владельцы счетчика, мы имеем право знать, что она из себя представляет, как она выглядит. У нас ее нет. Все вопросы комиссии. Хорошо, все, послали нас на комиссию. Назначенное время мы приехали, выставили целый день в очереди, потратили кучу времени, кучу здоровья, ну, в общем, не сует рабочего времени. Ладно, это не важно. Вот. Потом нас просто пригласили в комнату за круглый стол. Там не было вообще представителей Гургаза, я так поняла, там сидели, наверное, юристы их. И просто нас, с нами даже не стали общаться, нам просто дали акт, подпишите, и вот вам чек, ну, не чек, в общем, на оплату штрафа, там, счет, порядка 100 тысяч, там, что-то такое. Я уже, честно говоря, не помню. Ну, все, все это тоже мы фиксировали видеосъемкой. И, собственно, все. Ну, дальше мы пошли по тому же пути, что и Зоя мы подали в суд. Вот мы сделали две экспертизы независимые, одна из которой, из института Бакариуса, где висновки звучит о том, что ніякого втручания не відбувалось. Ну, вот дальше у нас теперь суды. Спасибо. Владимир, пожалуйста. В 2018 году пришли работники Горгаза, приехали, 4 человека. Раскрутили трубу, загнали туда крот, у них специальное оборудование, думали, что левая врезка. Они когда проверили, все нормально, все в порядке. Потом они пошли по счетчикам. По счетчикам они сразу сказали, что у нас есть подозрение, что пломбы не соответствуют заводу-изготовителям. Это они так сразу сделали определение. И начали выписывать акты. Акты на снятие счетчиков, что у них есть подозрение. И я эти акты не подписывал. Потому что... Зачем, правильно? Сдали, то есть я отвез счетчик на экспертизу. Там было заключение, что пломбы не соответствуют заводу-изготовителю. Аналогичная ситуация, как и во всех. Именно так она... Дали заключение, что есть вмешательства. Но они сказали, как, опять же, что. Я говорю, откуда вмешательство, допустим. Они говорят, мы всем выписываем, вот как все говорят, всем выписываем такое заключение. Ничего страшного. Здесь только не соответствует пломба-заводу-изготовителю. Вашего вмешательства, вашей вины там нет. Вот это что интересно. Они сразу сказали на первой экспертизе. Ну там, где у них, на проспекте Гарина, на Зерновой. Дальше я сделал независимую экспертизу. А дальше комиссия. Комиссия назначили штраф 126 тысяч, кажется, за два счетчика. Я сделал независимую экспертизу в институте Баквариуса. Но там выявилось то же самое, что написали на Зерновой, то же написали и в Баквариусе. То есть заключение почти одинаковое. Что есть подозрение на вмешательство. Ну как-то так я вот. То есть все, пока на этом ситуации остановились. Подали в суд. Благодаря Ольге Петровне мы подали в суд на Харьков-Баруаз. И ждем. Вот второй год в суды переносятся. Ждем. Вы штраф не оплачивали? Штраф нет, не оплачивали. Ольга, ну прокомментируйте, пожалуйста, вот все, что мы сейчас услышали. Добрый день. Меня зовут Негодова Ольга Петровна, адвокат адвокатского объединения Юргас Энерго. Значит, что я хочу сказать. С, наверное, конца, середины конца 2018 года к нам стали поступать массовые обращения потребителей относительно неправомерных действий работников Горгаза. Это явление приобрело действительно массовый характер. И по моему субъективному мнению, это действительно является какой-то просто волной. Волной уничтожения, волной просто человеческих судеб. Вот, например, умолчал Владимир о том, что данные неправомерные действия работников Горгаза повлекли за собой такие последствия, как он просто вынужден был закрыть свой бизнес, который у него раньше функционировал. Они занимались цветочным бизнесом, в своем саду выращивали цветы в теплицах. На сегодняшний день они вынуждены были полностью отказаться от услуг Горгаза. Они, по сути, остались без средств к существованию. Вот, относительно самой ситуации, которая возникла, и действий Харьков-Горгаз. Хочу обратить внимание на следующее. По сути, поверки счетчиков, они должны проводиться безоплатно за счет средств самого Горгаза. Но, законодательно предусматривают, что если есть какие-то подозрения на вмешательство, тогда проводится так называемая экспертиза, которая проводится самими работниками с привлечением сотрудников метрологии. Сами работники Горгаза не имеют права проводить поверку счетчиков. Поверку счетчиков проводит только работник метрологии. Значит, массово, и получается, что к чему это приводит? К чему приводит? К тому, что, еще один момент хочу обратить, значит, в связи с тем, что если вдруг пропущен срок поверки по вине непосредственно Горгаза, а это Горгаз должен отслеживать не потребитель, время проведения поверки, которое составляет 8 лет на сегодняшний день между поверкой счетчиков, то они не имеют права насчитывать никаких совершенно штрафных санкций и дополнительных платежей. Для того, чтобы обойти эту норму, они инициируют так называемые экспертизы, в которых выявляют в основном основная масса нарушений, которые они пишут. Это не соответствует именно пломб образцам завода-изготовителя. Какое же было наше удивление, когда на адвокатский запрос по поводу того, где же, с чем они сравнивают, вот как говорили пострадавшие, обращали внимание на это, с чем же сравнивают работники Горгаза соответствие и несоответствие пломб, мы выяснили, что никогда завод-изготовитель по данным образцам счетчика не давал официальных образцов, и они руководствуются своей собственной коллекцией, собранной неизвестными людьми. И это повергло нас, мягко говоря, в шок. На экспертизы, которые проводятся сотрудниками Горгаза, проводятся, значит, после экспертизы, которая проводится, они должны обязаны провести поверку. Поверку проводит сотрудник метрологии. Этой зимой выяснилось, что у сотрудников метрологии ранее также не было образцов пломб завода-изготовителя, официально их, те, которые были официально предоставлены. Поэтому, по сути, эти проверки, мягко говоря, совсем не соответствуют, скажем, букве закона. Но, тем не менее, они влекут за собой такие начисления сумасшедшие для людей, которые на сегодняшний день действительно обвергают в шок. На что хочется обратить и что хочется посоветовать людям, к которым, может быть, придут или уже приходили сотрудники. Первое. Всегда проверяйте у них их удостоверение и направление, кто эти люди. Если у вас... Обязательно все снимайте на камеру, фиксируйте на камеру на все-всевозможные средства, там, цифровые носители и так далее. Значит, если у вас... Вам пытаются написать акт, значит, обязательно сфотографируйте свой счетчик со всех сторон. Имейте в виду, что у вас есть возможность, и есть право не идти на поводу у работников Горгаза, а пойти альтернативным путем и сразу предоставить данный счетчик на экспертизу соответствующего учреждения, например, из Судбокариуса. Провести там экспертизу, минуя их внутреннюю экспертизу. Значит, и таким образом, таким образом просто обезопасить себя от неправомерных действий сотрудников. Ну вот, по сути, такая рекомендация. А вот можете еще прокомментировать? Сейчас Зоя и Татьяна говорили о своих делах. А как удалось отстоять все-таки их сторону? Потому что тут тоже не совсем... Вы знаете, даже после суда, уже вот суд состоялся в мою пользу, они вот эту сумму в 184 тысячи мне написали в доставку газа. И постоянно мне звонят с... Раньше это была Красношкольная набережная 18А, а сейчас это Гимназическая набережная 18А. То есть вы выиграли суд, а вам... Да, уже суд был, да, уже суд в мою пользу. Они мне оттуда звонят и просят, чтобы я заплатила. Якобы это не тот штраф, который они мне написали, а вот это за 19-й год у меня. Непонятно, какой штраф. И еще я, вы знаете, забыла, что сказать. Когда они в мае месяце у нас сняли счетчик газовый, от радости, когда бежали, они мне поставили обменный фонд, очень плохо поставили счетчик. Если бы я не встала в 12 часов ночи, извините меня, в туалет, то мы бы вообще втроем бы не проснулись бы. Вы понимаете? Что была утечка газа. Ужасная была утечка газа. Я вызывала газовую службу, у меня все эти документы есть. И я это все предоставляла в суд. Да, я вот просто, да, иными словами, если вкратце, как это работает. Приходят люди из горгаза, причем приходят они в нарушение процедуры, не предупреждая, зачастую могут приходить. Это тоже нужно просто потребителям, обычным людям знать. Это, кстати, касается в основном людей, которые живут в частном секторе, потому что именно частный сектор, для них лакомый кусок, потому что там большое потребление газа. В квартирах потребление газа маленькое, в принципе, они туда особо и с такими схемами и не ходят, что там штраф большой не начислишь, там только варочный газ. Вот. И они приходят и подсовывают фактически, ну, доверчивым обывателям, акт про порушение сразу. Говорят, что у вас счетчик, что-то чуть-чуть не так, но это все нормально, мы так всегда делаем, ни в коем случае нельзя подписывать акт про порушение. То есть, когда ты подписываешь акт про порушение, ты уже признаешь порушение. Вот. Ну и потом на экспертизах так называемых они сравнивают пломбу непонятно с чем. То есть, у них нет эталона, то есть, можно сказать, что с чем вы сравниваете, да, какой у вас образец, и в данном случае какая пломба. У них нет эталона, нет образца. Это просто, извините, там, субъективное мнение отдельных людей. Это, кстати, касается не только частных лиц, это касается и предприятий. Такая ситуация такая же с предприятиями. Там вообще штрафы миллионные бывают. То есть, по той же схеме у вас счетчик какой-то не такой, пломба не такая. Все это делается, на самом деле, не для того, чтобы получить штраф. Когда людям этот штраф после комиссии выписывают, ну, сумму они узнают, там, 184 или 100, там, у кого разные штрафы. Сразу появляется бегунок, который предлагает порешать наполовину. Ну, не 184, а сколько, 92. И все, и мы, типа, отвяжемся. То есть, тут даже вопрос не в штрафе. Вопрос в том, что в конкретной схемах, где задействованы, надеюсь, только лишь эта комиссия, эти поверщики, эти слесари, их начальство, надеюсь, не все руководство Харьков-Газа. Соответственно, они там себе, ну, извините, с каждого домохозяйства, можно, вот, ну, как тут примеры, от 2 до 3 тысяч долларов получить с каждого домохозяйства. Ну, это, я даже не знаю, сколько или тысяч, это вот такие вот, такая схема может принести. И это массовое явление, это массовая ситуация. Просто есть люди, которые, скажем так, неформально порешали, о чем я говорил. Они не могут об этом говорить. Да, то есть, они уже, скажем, эти претензии сняли коррупционным путем. Но таких историй много. А к вам обращались? Вот то, о чем Дмитрий говорит. К вам приходили с таким предложением, чтобы, скажем так... Ну, лично к вам нет, потому что мы, как бы, все было понятно, что мы пойдем до конца. Но я знаю, что по нашей улице, я точно знаю, три человека порешало вопрос, каким образом, официально ли они заплатили, неофициально. Правда, я не знаю, но три человека закрыли этот вопрос. У вас не было такого, да? Ну, то есть, вы знаете, что такие... Ну, такие, такие случаи есть. У меня есть такие люди, которые, скажем так, ну... Через десятых... Ну, через десятых... Да, мне хочу оценивать их действия, но это... Они это все было через десятых людей. Понятно. Мы с этой проблемой, кстати, ходили к областному прокурору, я хочу сказать, были на приеме, у Фельчакова, Александра. Написали заявление, где-то месяц назад уже были у него на приеме. Должно, по идее, идти следствие, пока мы не знаем никаких следственных действий. Надеюсь, что прокуратура, скажем так, что-то делает в этом направлении. Ну, вообще, вся ситуация, это на самом деле про монополию, потому что они действуют так, именно потому что они монополисты. Они штрафуют людей только потому, что они могут. Больше никаких оснований часто нет. Это просто я могу, у меня такая процедура, когда я сам для себя принимаю эти решения. И эти люди, которые пошли в суд, это единицы. На самом деле, в основном, все либо, если небольшой штраф, просто платят, либо как-то закрывают по-другому эти вопросы. К сожалению. К сожалению. И поэтому это считано на такую, часть на наивность, а часть на такую сговорчивость. Ну, я хочу, в принципе, обратиться вот к людям, что если у вас была такая проблема, или есть на данный момент, если вы стали потерпевшим такой ситуации, когда к вам пришли такие слесаря с Харькова, Горгаза, других газораспределительных каких-то компаний в области, сняли счетчик и шьют вам какое-то в Турчане, липовое. Вот телефон, по которому вы можете звонить, это телефон, наш офисный телефон. Мы точно вас проконсультируем, мы точно вам поможем. Если пришли люди снимать ваш счетчик на поверку, без документа, без уведомления предварительного, о чем должно, как они должны это делать, телефон тоже звоните, мы вам поможем в любом случае консультативно, как минимум, а как максимум эту ситуацию просто нужно останавливать. Я обращаюсь к руководству Харьков-Гургаза, надеясь, что они не в этой схеме. Мы готовы предоставить все информацию о фамилиях, о должностных лицах, о работниках, которые задействованы в этой схеме, для того, чтобы вы могли адекватно отреагировать, надеясь, что вы отреагируете. Я весной, кстати, пытался связаться с Харьков-Гургазом, с руководством, это было безуспешно, к сожалению, но надеюсь, что их эта ситуация заинтересует, потому что эта проблема массовая, и если мы, скажем, если они хотят быть какой-то сервисной реальной компанией, а не какой-то коррупционной клакой, то я думаю, что стоит на такие вещи реагировать, причем я думаю, что там ситуация критична для многих. Штраф, извините, 180 тысяч, это не каждый человек его может вообще в принципе выплатить сразу, это значительная сумма, для многих домохозяйство это критическая сумма, поэтому я прошу отреагировать прокуратуру, правоохранительную систему, правоохранительные органы и руководство газораспределительных компаний, потребителям же, я со своей стороны, мы все готовы оказать всю возможную помощь, звоните, не стесняйтесь, если такая ситуация возникала или вот сейчас возникла, пожалуйста, телефон, в рабочее время, конечно, до 6, до 70, до 70 часов вечера, и мы с удовольствием вам поможем. Скажите, обращались ли вы на завод-изготовитель вот этих вот счетчиков и пломб, чтобы завод вам дал этот экземпляр? Завод-изготовитель на сегодняшний день вот по счетчикам непосредственно по Владимиру, он уже на сегодняшний день не функционирует, он номинально функционирует, но по сути у него производственных мощностей больше нет. Там остался один директор и один бухгалтер, все, представитель. после института Бакариуса и счетчики отвез представителя завода-изготовителя, значит, именно они с представителем, то есть он с представителем метрологии, они... Нет, вы путаете, нет, это не был представитель завода-изготовителя. У нас на сегодняшний день открыт рынок поверок, у нас поверки может осуществлять организация уполномоченной, не только Харьков Горгаз, но и другие организации. И вот одна, один из таких уполномоченных представителей, это не в качестве рекламы, а для информационной, значит, для информации потребителей, есть ФОП Ленинко, который, у которого завод-изготовитель уполномочил проводить экспертизы. И он совместно с нашей Харьков-метрологией проводит поверки, в том числе он работает по всей Украине, выигрывает тендеры, то есть это абсолютно официальный человек, который выдает официальные документы, которые подтверждают то, что счетчик прошел поверку, он корректно считает, значит, никаких там проблем, вмешательств и так далее в этот счетчик нет. И этот документ, по сути, равнозначный с теми документами, которые выдает Харьков Горгаз. Ничего там, что бы не делали они, не мог делать он, в принципе, закон позволяет. Вот, поэтому обратились именно к нему, и у него, наверное, единственного человека есть именно письмо завода-изготовителя, но он не является официальным представителем завода, он просто уполномочен в своей деятельности, в том числе и заводом-изготовителем конкретных счетчиков на проведение этих экспертиз. Вот и все, вот такая история. К сожалению, завод просто не функционирует на полной Это касается всех счетчиков, вот это одинаковое, что здесь счетчиков. Здесь был Прямогаз. А здесь тоже, да? То же самое. Прямогаз и самгаз, да? Да, да. Просто пломба, он сказал, пломба чешская еще стоит, завод был совместный, чешско-украинский, а пломба и счетчико-словацкая пришли. Это моя ситуация. Да, то есть это был один из первых счетчиков. Там был завод-изготовитель. Изначально это производство было перенесено в Украину, поскольку это было совместное чехословацко-украинское производство. Вот, и первые пломбы были сделаны еще там. Потом они были перенесены сюда, они немного изменили свою форму, но никому это не интересно, никому это не докажешь, поскольку работники Горгаза, опять же, я повторюсь, руководствуются какими-то своими собственными коллекциями, собранными кем-то и неизвестно по какими, которые они никому не показывают, ни при каких обстоятельствах. Дима, ты говоришь, что пытался связаться с руководством Горгаза. Как это проходило и что они, может, ответили? Очень просто. Я несколько раз звонил, собственно, в приемную и руководителя, уже не помню фамилию, и заместителя, и представлялся, говорил, что так и так есть проблема с тем, что людей фактически пытаются принудить к уплате штрафа. Очевидно, что это просто ситуация суперэкентичная, они до деталей совпадают, что есть проблема, надо, так сказать, эту проблему хотя бы чтобы сами посмотрели, потому что это выглядит вызывающе. Ничего. Нет, никакой. А еще интересно, они предлагали вам оплатить штраф, это на какой-то счет положить деньги или наличными, вот, то есть пришла... выписали счет, выписывают счет сразу, у меня был выписан счет, когда была комиссия, мне комиссия выписала счет, там счет был, значит, 184 тысячи, ну там 183, там с копейками, я просто округлила, 184 тысячи, они считают газ мне за полгода последних по 11 гривен, ну якобы было втручание, якобы я воровала газ, вы понимаете? 19 тысяч кубок, они там пишут. То есть вы должны были деньги положить на счет Харькова-Гургаза, да? Ну, там, по-моему, киевская какая-то, я не знаю, они там, не помню, ну, на счет Харькова-Гургаза, да, расчетный счет, технику, да. Дим, и этот телефон, чей это телефон? Это телефон наш офисный, это Харьковского антикоррупционного центра, 066-246-48-46, это просто мы консульт, ну так как мы в этой ситуации уже, функционирование этой истории, мы готовы помогать людям, я просто знаю, что такие ситуации, сейчас, может, уже приостановилось, но знаю, что таких ситуаций было очень много, и я призываю не только тех, у кого эта ситуация жива сейчас, а у тех, кого она была, выходить на связь, потому что, если это было, ну, для меня лично, моя личная оценка, это напоминает чисто преступную группировку внутри монополиста, которая, ну, это мое личное мнение, которая просто пользуется монопольным положением на рынке, и фактически просто безосновательно людей, ну, там, пытаются оштрафовать, получить какую-то выгоду, может быть, даже незаконную в том числе, и, ну, как мы видим, суды, как бы, принимают обратное решение, и после независимых экспертиз, поймите, это время, это деньги, это силы, ну, не каждый готов идти с этим в суд, но мы знаем, что у нас, к сожалению, там люди не ходят, там, если, например, штраф 10-20 тысяч будет выписан, люди, скорее всего, заплатят, чем пойдет в суд, что когда там 100 с лишним, люди уже, конечно, в безвыходной ситуации, поэтому, соответственно, с этим нужно разбираться, в том числе, со стороны правоохранительных органов, потому что это выглядит, честно говоря, по-хамски просто. Просто маленькая ремарка в этом плане относительно сумм, если сумма не такая большая, что просто для понимания провести в институте Бакариуса экспертизу по данным счетчикам, по данной проблеме, стоит больше 12 тысяч гривен. Ее нужно провести уже сейчас, и не каждый человек имеет возможность оплатить эту экспертизу, а безоплатно экспертизы проводятся только в рамках уголовного производства досудебных расследований. Поэтому, видимо, опять же, мое субъективное мнение, видимо, злоупотребляя и пользуясь пониманием этого, работники Горгаза вот таким способом проводят экспертизы и взыскивают с людей такие астрономические суммы. Вот такая история. Понятно, спасибо вам большое. На этом будем заканчивать.